Преподобной матери нашей фразине, и по мне полосей, помолимся. Преподобной матери нашей фразине, моли Бога по нас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Многое место, многое место, и в лесу, и в лесу. Многое место, многое место, за твоим Господи, дорогим Господи. Многое место, многое место, многое место. С праздником вас сердечно поздравляю, дорогие братья и сестры. С праздником нашего с вами прихода, иконы Божией Матери всех скорбящих радостей. Но хочу сказать, что в 1996 году митрополит Минский Слуцкий Филарет осветил нашу с вами церковь, его имя преподобной Матери нашей Фросинии Игумении Полоцкой. В 1996 году Владыка осветил нам эту церковь, покровительницей земли Святой Белой Руси. И эта церковь наша, она будет крестильной к церковью, поэтому у нас уже подведены там в храме соответствующие инженерные сети, то есть и вода, и канализация сделана. Даст Бог, доживем, и будем там креститься, а служить уже будем здесь. Дорогие братья и сестры, вы сейчас после того, как мы закончим здесь службу, вы можете походить здесь и в алтарную часть зайдите, посмотрите, как красиво действительно здесь внутри. Просто остался только вот этот кусок, и то там верхняя часть, то есть сам купол малый уже сделан. Если вот подойдете немножко в сторонку, увидите, что уже там они опускаются, то есть и даже по штукатуре осталось только покрасить. Покрасить это не так долго, то есть вот эта вся сторона у нас будет закончена. Мы хотим, дорогие братья и сестры, если Богу будет угодно, то в нынешнем году служить Божественной Литургии 6 ноября, наш престольный праздник, мы хотим здесь. Почему здесь в этом году 25 лет нашему приходу? 25 лет нашему приходу, то есть это юбилей, родные мои. 25 лет нашему хору, 20 лет нашим мастерским, вот тут директор Марина тоже присутствует, 25 лет нашему хору. Родные мои, но в 96-м году владыка митрополит осветил наш храм, но первая Божественная Литургия в Свято-Ефросиневской Церкви, она была совершена в 1995 году патриархом московским и всея Руси Алексеем II. В 1995 году он совершил там первую Божественную Литургию. Тогда еще там не было штукатурки, здесь воно все беленькое, а тогда там все серенькое было, окон не было, когда служба была, дочечек там поморосил сверху, святейший владыка сказал, что это Господь Бог нас освящает, наш храм. И, конечно, вот благодарность нашему хору, патриарх, когда закончилась служба, вышел уже на солью, благодарил всех за молитву и сказал удивительные слова. Он сказал, что теперь я знаю, что в Минске есть хор, который на таком высоком уровне может служить патриаршую службу. Поэтому низкий поклон нашему хору, родные мои. И вот это 25-летие, оно ознаменовано тем, что наш хор записал диск такой, в котором исполняют произведения, написанные нашим регентом Натальей. Вот она здесь. Мы послушаем эти произведения. К нашему престольному празднику у нас будет и концерт, он будет на городской площадке. Но я думаю, что как раз песнопения, записанные на этом новом диске, мы, наверное, услышим и здесь у нас. Здесь специально мы объявим, когда это будет, и в церкви, и, я не знаю, посмотрим, может быть, и даже и здесь. Потому что сейчас будут размонтироваться эти леса все. Здесь будет уже чисто, и мы уже, в общем-то, готовы к тому, чтобы здесь и служить. Дорогие братья и сестры, несколько слов о преподобной Ефросинии. Мы знаем хорошо житие ее, конечно же, но она является для всех нас примером. Для всех нас она является примером. Ибо эта девушка, в общем-то, дочка князя, и она была очень красивая. Вот если житие ее почитаете, увидите, что игумения, которой она попросилась, чтобы она ее постригла, она не только опасалась родителей, которые уже на нее имели виды, потому что это очень выгодная партия была. Там уже очередь женихов была. Но она была очень красивая. Она даже по этой причине не хотела ее постригать. Постригла. Значит, и вот здесь вот этот ее поступок, он для нас является примером, родные мои. Потому что, или так я бы даже еще сказал, что это как раз, может быть, она своим поступком этим, ну, в общем-то, разъяснила нам как раз, или подтвердила те слова Господа, которые он сказал богатому юноше. Помните, богатый юноша подошел к Господу и говорит, что мне делать, чтобы вечную жизнь наследовать, чтобы Царствие Небесное наследовать? Вопрос важный для всех, для нас. Да или нет? Да. И мы тоже подходим к Господу. А он нам ответил тогда, всем нам ответил. Исполняй заповеди, которые дал Господь Бог тебе. Да, нам это необходимо делать, исполнить заповеди. Больше ничего Господь не требует. А юноша сказал, что я это с юности своей исполняю все эти заповеди. То есть, да, я родился в семье верующих людей, и я уже по привычке своей и в церковь хожу, и заповеди исполняю. Ах, ты хочешь быть совершенным? Так вот, если ты хочешь быть совершенным, тогда отрекись от того, что тебя к миру привязывает. Что привязывало его? Имение. Что такое богатый человек? Он, и, кстати, там в Евангелии написано, что он и положение довольно высокое занимал в обществе. Как? И не захотел он, и совершенно естественно, он не захотел исполнить то, что ему Господь сказал. Продай имение, раздай нищим, и следуй за мной, если ты хочешь быть совершенным. А вот Ефросинья Полоцкая все это же имела, и она отказалась от всего этого. Она исполнила слова Божия. Она захотела быть совершенной. Она нашла вот эту жемчужину, истину, ради которой оставила все, то, что, в общем-то, предстояло ей пережить в ее жизни. Там и богатство, и знатность, и слава, и все, что только можно, о чем может быть человек мечтать. А она упросила епископа, чтобы он дал голубицу есть, то есть маленькую келийку в Софийском соборе, где она вообще не отлучалась от церкви, как вот дева в Иерусалиме, как дева Мария в Иерусалиме обучалась при храме, и не отлучалась оттуда. И она так же делала. Но, видите, конечно же, было ей совершенно иное благословение от Господа, и было явление и ей, и епископу о том, что она должна идти в сельцо, недалече от Полоцка, и там должен быть монастырь основан ей, который будет местом для спасения многих. И мы это видим до сегодняшнего дня. Спаса Ефросинский, Полоцкий монастырь. Ни один человек в Минске, все знают его. Нет такого человека, который бы не знал или не был там в этом монастыре. Вот это пример преподобной матери нашей Ефросинии, которая была и очень образованной, потому что вы прекрасно знаете, как люди объясняют, что кто-то уходит в монастырь. Но это же непонятно с точки зрения человека светского, сердца которого Господь не тронул. Ну вот как объяснить? И они объясняют, видимо, что-то не сложилось, видно, какая-то трагедия была, и вот убежал человек в монастырь, где, ну, может быть, чуть-чуть утешится и так далее. Вот пример преподобной Ефросинии говорит совершенно в обратном. Вот только что у нас была Святая Троица. Как вам мнахиня, которая там коней привела к нам, и детей? Она молоденькая девушка совершенно. И там таких много в нашем монастыре Елизаветинском, которые пришли туда по зову сердца. Мы с вами, родные мои, совершенные можем быть. Для этого не надо нам постригаться, как бы отрекаться от того, что мы имеем в мире. У нас совсем другое благословение. Божий промысел Божий совершенно иной о нас, о каждом из нас с вами. То есть нам достаточно исполнять заповеди Божие и, в первую очередь, любить Господа Бога. Во вторую очередь, всех наших и чат любимых. Да, ну, во вторую очередь. Вот тогда действительно мы и спасаемся. Потому что каждому Господь дал свои способности, свои таланты, которые мы должны преумножать. Хлеб должны кто-то сеять? Должны. Печь хлеба должны кто-то? Должны. Мы должны быть инженерами, педагогами, врачами и так далее. Мы каждый исполняем волю Божию у нас. И таланты, которые и способности Он нам дал, единственное требование, чтобы мы их не закапывали, а развивали. Вот это и есть путь ко спасению. Поэтому, братья и сестры, еще раз сердечно поздравляю вас с нашим престольным праздником сегодняшним. Поздравляю сестричество и милосердие нашим. Потому что сестричество тоже 25 лет, дорогие мои, 25 лет. Хотя сестричество было образовано, в общем-то, на самом деле, в 91-м году, но благословение митрополита Филарета мы получили в 92-м году, в следующем году. Школа, ну я просто, кто не знает нашей истории, в 91-м году был получен указ о том, чтобы здесь создавать приход, проектировать и строить храм. В 91-м году, 26 апреля, день 5 лет Чернобыльской катастрофы. И уже в первый же сентябрь, вот наш директор воскресной школы, наша в 91-м году сразу же начала наша школа трудиться. Тут же мы создали и наше сестричество, но благословение было в следующем году. А кроме того, тотчас же начали проектировать наш комплекс. И 31 декабря, то есть в последний день 1991 года, состоялся архитектурный художник совет градостроительный в горысполкоме. И в этот 31 декабря утвердили наш эскизный проект. Наш проект, в принципе, генерального плана, который не изменился. Вот то, что мы сейчас строим, это именно по тому проекту, который в 1991 году был освящен. Строительство Ефросинецкой церкви мы начали, конечно, позже, в 1993 году. В 1993 году, когда уже проект был готов. Родные мои, там надо было все согласовать, получить разрешение. Там все это очень долго и трудно было, и все это было сделано. В 1993 году мы начали служить. Родные мои, в 1995 году патриарх уже литургию совершил там. И Ефросинецкая церковь была красненькая в кирпиче. Звонница уже тоже красненькая стояла в кирпиче. И уже даже воскресная школа наша в кирпиче была. Я вам больше скажу. Праздничная трапеза с патриархом Алексеем, как вы думаете, у ресторана не были? Неа. У нас на втором этаже воскресного школы, где не было ни окон, ни дверей, не было ни штукатурки, ни пола никакого. Вот такой бетонный пол. Нет, это уже стяжка, это уже ровный пол. А там просто плиты лежали. Но, вы знаете, наши женщины накрыли красивыми скатертями, белыми. Все было очень красиво. Вот этот крест, вот этот крест именно. Святейший патриарх подошел ко мне, взял желтый мой крест, снял неожиданно для меня. Подходит, снимает мне крест. Куда? Мне дают вот этот крест с украшениями. Это такая награда. Святейший патриарх тогда как раз и вручил вот этот крест. Так это была наша история, родные мои. И мы, конечно, вспоминаем с любовью патриарха Алексея. Сколько раз он у нас был. И вспомните, даже в последний год, когда он уже скончался, он приехал сюда на машине. Он так хотел нас увидеть. Он уже не имел сил выйти, но он с окна нас благословил. Хотя мы вот с отцами там выстроились, стояли, думали, может, чуть-чуть он выйдет. А он у нас был в 91-м году на пустом поле. И тоже я, конечно, благодарен всем, потому что это была окраина Минска. Еще палатки не было. Это поразительно, почему столько много людей собралось тогда здесь, на этом пустыре. Долго ждали. Он приехал, и он удивился. Его слова остались в нашей истории. Будем повторять их, когда он сказал, что я вижу, что здесь стоят люди, которые давят лопаты, и они начнут копать и строят храм. Так он сказал. В 95-м году он литургию совершил. Но уже 2003 год, когда здесь уже беленький храм был, когда тут уже и этот собор был, стены построены, куполов еще не было. Он тогда, и мы имеем это его, конечно, обращение к нам, такой любовью большой. Он к нам обращался, как раз и благословил на эти дела, которые мы с вами и продолжаем исполнять. Вот такая краткая наша история, нашего с вами прихода, дорогие братья и сестры. Ну, я сейчас еще раз вас благословляю и поздравляю с праздником нашим престольным, подобной матери нашей Ефросиньей Гумене Полоцкой. И приглашаю, пожалуйста, мы уже пойдем, а вы можете пройтись, не стесняйтесь. Заходите в алтарную часть, пока еще можно ходить. Зайдите, там как раз вы увидите все беленькое, там вообще все открыто. Оба купола удивительны. Пожалуйста, с Богом. Спасибо, Господь, дорогие братья. Со святым. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok